Каждый день по железнодорожным артериям страны курсирует огромное количество поездов. Путь у них может быть как в соседний город, так и в соседнюю страну. Соответственно, и длина этого пути колеблется от незначительного до масштабного километража. Поэтому пассажиры при вопросе, как доехал, первым делом оценивают удобство транспорта, в котором пришлось коротать время. К сожалению, наши поезда не совсем удовлетворяют запросы граждан. По обслуживанию хорошо все было, конечно, вежливые, проводники вежливые, но, конечно, по комфортности можно было бы и получше. Полки узкие, жесткие, матрасы старые. Прошлый век, архаика. А почему архаика? Ну, такие поезда были в начале прошлого века. Поезда советских времен, увы и ах, давно потеряли свой презентабельный вид, не говоря о степени удобств в вагонах. Однако находятся люди, которые не обращают внимания на твердое сидение и белье не первой свежести. Главное – добраться от точки А до точки Б. Мне кажется, каждый человек, наверное, ставит целью именно само передвижение. Поэтому смотреть можно только, например, на обслуживание. Обслуживание мне довольно. А то, что удобство в течение самого переезда, ну, тут, наверное, я просто нацелена на то, что я должна куда-то приехать в пункт назначения. Но все течет, все изменяется, обновляется и вагонный парк. Новый трехвагонный дизель-поезд польского производства прибыл на станцию Брест-Восточный. «Зеленый красавец» рассчитан на 145 пассажирских мест длиной почти в 70 метров. Он может развивать максимальную скорость до 140 километров в час. В отличие от старых подвижных составов, новые соответствуют современным требованиям комфорта и качества. Мягкие кресла, кондиционеры, выдвижные ступеньки и другие удобства для пассажиров. В настоящее время Белорусская железная дорога прорабатывает маршруты, по которым будут курсировать трехвагонные дизель-поезда. В этом году на Белорусской железной дороге в планах ввести в эксплуатацию шесть электропоездов в пятивагонном исполнении. Уже совсем скоро при посадке вагон пассажиры будут испытывать только чувство комфорта и удовольствие от путешествия, независимо от того, какое расстояние ему пришлось преодолеть.